Доброго здоровьячка, хунту и хунту баре. Когда-то давно, когда у Шалынова Кота еще не было канала на Ютьюбе, Пенс часто брал его тексты в ролике. Потом эта тема пропала, потому что Петров начал делать свои ролики, а Пенс свои, без его текстов. Но этот его текст настолько важен, на мой взгляд, что я не могу просто пройти мимо. Три дня решался. Простите, эмоции брут. Давайте поговорим откровенно. Я не стесняюсь информационных софитов. Да и чего я только не слышал свой адрес за истекшие годы. А чего ты сам сидишь ровно на мягком месте? А что значат твои ролики? Так просто поляпать языком, заработать бабла? А когда уже вы, порохоботы и блогеры, будете готовы передвигать тектонические плиты в районе Банковой, чтобы с заревами до небес, тогда зови. А так иди лесом, Пенс. Не наше это дело просто так воздух сотрясать. Дис-отписка Банда Стал. Скажите мне, а когда это все так соскучились за мелодией плыва кача, за плачем матерей, за заревом и дымом на Крещатике, за грохотом с Грушевского, вам нужно это все снова в центре Киева? Зачем? Чтобы что? Да ведь половина из вас не приедет. Да какая половина? 99% останутся у телеков смотреть трансляцию по пятому экспресса. Не тот накал, не те эмоции, не те на сцене, не тот лидер, нет лидера, не туда пошли, не то делаете, давайте что-то другое, не такое, как это, а мы подождем. Драться надо не палками, драться надо умом, понимаете, умом. Есть такое понятие у военных, как демонстративное действие. В простонародье сделать такую картинку, чтобы враг наложил в штаны без единого выстрела. От одной только мысли дальнейших последствий. В декабре 2019 года на Майдан вышли несколько тысяч граждан Украины. Не 20 тысяч и не 300, а лучше бы 500, конечно, но все же люди разные. Сторонники Порошенко, представители Свободы и Д-7, национальный корпус и те, кто вообще ни за кого. Да, это были те самые красные линии, помните? Троллили потом, стебались, дескать. А толку? Вот если бы, если бы что? И все же. Считанные тысячи вышли в центр Киева, и в стенах здания на Банковой обосрамились все, оптом и поодиночке, и очень взбудоражились в Кремле тогда. Никто ничего не жег, не бил несчастных копов, не переворачивал машины, но нас услышали, в Кремле увидели и обосрамились. Что должен сделать я сейчас и многие блогеры, по вашему пониманию? Вывести на улице тысячи людей? Это непросто, но тысяча, наверное, станет рядом с Пенсом. И тысяча за Александром Погребиским, за Глебом Бабичем пару тысяч, и за каждым из пиксельных парней из тех батальонов, побратимы, соседи слева и справа. Тысячи станут за другими парнями, за теми, кто прошел много что в реале, а не по телеку. А вы готовы выйти? Вот чтоб без фамилии этого. Да ну его на, он за Порошенко, а этот за Белецкого, а этих я видел возле Тегнебока. Вот когда они что-то непонятно что, тогда я, возможно, это, но лучше подожду. Лидера. А потом будут выборы. Они обязательно будут. Что будет потом там, на избирательных участках, вам сказать? Или сами догадаетесь? Почему я делаю ролики, в какой-то степени будоражу ваш и свой мозг? Да потому что я привык учиться на чужих ошибках. На своих тоже доводится, но лучше учиться у врага, у российских оккупантов. Думаете, для меня враг Ермак, Зеленский, Подоляк и Арестович? Это шум. Информационный белый шум, клоуны, политические мартышки, не больше и не меньше. Враг – настоящий враг. Там, в Кремле, в здании на Лубянке, они знают, что делать. Они атакуют со всех расчетов. А я информационно противостою им, как могу, без чьей-либо помощи почти, не считая донатеров, подписчиков канала, которые смотрят рекламу, и авторов текстов, которые дали разрешение на использование их букв здесь, на канале. Или вот как Лебедев, к примеру, который специально для Пенса пишет. Своим крохотным опорным пунктом эти люди держат, по сути, круговую информационную оборону. Вы считаете, нужно выйти и показать, кто в доме хозяин? Окей. Прежде чем кидаться голой опой на амбразуры, давайте посчитаем. Этот ролл лайкнут теоретически. Тысяча хунтуберов. Вы можете гарантировать, что с каждым из вас выйдут еще сто человек? Выйдут, чтобы не дать зеленым клоуном слить Украину? Соберем сто тысяч, чтоб безусловности, без «ты порохобот», «а ты был за Белецкого», «юлю», «а ты был за Тегнебока», «без «а ты на якій мове розмовляеш, я геть нічого не розумію», «а ты не так и не то говориш», а? Не знаете? Вот и я не знаю. Когда будем готовы провести такие демонстративные действия, чтоб Ермак побледнел, а Путин начал икать, сообщите в комментариях. Я готов, да и не только я, бо у нас нет второй Украины. Бережите себя, ставьте вподобайки и подписывайтесь на Пенса. Тисяйте в червону пимпочку внизу під роликом, чтоб стало сиренькою, а потім тисяйте дзвоник поруч. За можливістю підтримати канал фінансово, надсилайте донати з будь-якої картки і валюти світу. Частину усього прибутку від каналу Пенс направить бійцям на перемогу. Тож перегляд, донат, лайк і коментар – це ваш внесок у перемогу України.